Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Приветствую в этот замечательный зимний воскресный день, накануне Дня Памяти святителя Николая. Завтра наша Церковь молитвенно вспоминает этого великого святителя и чудотворца. И хотя нас с вами разделяет более 1700 лет со времен, когда он жил, когда он творил чудеса, но память о нем до сих пор жива. И каждый из нас, кто учился в школе или в ВУЗе, да даже в духовных школах, учился и получил определенные знания, которые, как бы ни были хороши, со временем все равно изглаживаются в памяти и даже забываются, если к ним не возвращаешься, не пользуешься ими в жизни. Вот примерно так по аналогии и в жизни Церкви. Церковь живет не только священным писанием, но и преданием. И именно в преданиях, в священном предании и священной памяти Церкви хранится память в том числе и о великом святителе Николае. Она не просто хранится где-то в кладовых, на пылящихся полках, а жива, действительно, по-настоящему, потому что каждый из нас, живущий здесь или в другой местности и вообще по всей Вселенной, на нашей планете, где бы ни было православия, даже и на славные, каждый постоянно обращается к святителю Николаю. Жизнь его действительно была благодатна и велика. Величие ее было в том, что он достиг таких глубин духовности, такой силы духовной, что мог творить чудеса. Но при всем многообразии его жизненного пути Церковь оставила в тропаре два главных основания, на чем действительно зиждилась вся его жизнь – правила веры и образ крутости. То есть он является правилом для каждого из нас – и вера, и подражатель веры, и крутость. А что такое крутость в наше время? Ну, крутость, во всяком случае, современному человеку порой совершенно неизвестно, потому что это понятие для современного сознания связано с каким-то бессилием, с каким-то неудавшимся событием в жизни. А на самом деле крутость – это нечто иное, нежели подразумевает человек, если он так рассуждает на эту тему. Так почему же очень трудно современному человеку рассуждать о крутости и жить по крутости? Дело в том, что во главу угла в наше время человеком ставится прежде всего успех. Успех во всём – в учёбе, в жизни, в бизнесе, в карьере. И человек стремится к этому успеху, но при всём при этом человек забывает о самом главном, о другом человеке, который рядом. Мне всё равно, каким образом я достигну этого успеха, хоть по головам, хоть по трупам, но успех я хочу себе обеспечить. А рядом ведь человек. Потому что успех в понятии современного человека – это, конечно же, деньги, слава, роскошная жизнь, и, конечно же, человек стремится обладать всем этим. Но такой человек самообманывается. Потому что крутость – это состояние человеческого духа. И, видимо, не зря святитель Николай выбрал именно ту стезю, которая называется крутостью. Но и не следует думать, что крутость – это когда ты гневаешься и не показываешь всем свои чувства, не показываешь другому человеку, что злишься, что ещё хуже – ненавидишь его или презираешь. Кротость – это состояние человеческого духа. То состояние, когда во главу угла своей жизни человек ставит Бога. И тогда Бог поселяется в сердце человека, делает этого человека кротким, то есть благостным, милостивым. И этот человек не просто скрывает в себе некую личину, которую нужно действительно скрыть, а человек показывает свою крутость во всём – в делах, в заботах, в милосердии и вообще по всей своей жизни. Но, к сожалению, именно это чувство в современном человеке так часто отсутствует. И ещё одно понятие – это вера, правила веры. Действительно ли мы с вами по вере живём? Действительно ли мы исповедуем чистоту веры, которую у нас следовал сам святитель Николай? Есть много примеров, когда человек православный, крещённый в церкви, исповедует неправильно свою веру. В лучшем случае он просто её не знает, эту веру. И тогда как? Представляете, как человек может преподать веру другому человеку, если он сам не знает своей веры? И проблема тогда появляется в том, что незнание своей веры или искажённое её понимание приводит к тому, что в понятие о вере такой человек привносит что-то своё, греховное, привносит видение своего мира, дополняя это какими-то народными повериями и всем прочим. И привнося в эту веру своё, он её делает непохожей даже на языческую. И вот тогда эта гремучая смесь, которая блуждает в душах и сердцах человеческих, хотя и православных людей, делает веру совершенно нежизнеспособной. Вот поэтому святитель Николай и был правилом веры. И если каждый из нас будет хотя бы в малой мере именно этим правилом, то тогда и дети наши, и внуки наши будут жить в мире, который окружает нас и который будет благоустроен. Будем же просить силы у святителя Николая, который даровал бы нам и кротость, и правила веры. Субтитры создавал DimaTorzok